Здрасте, здрасте. Это крик души, такой просто, ну, особо не сосредоточено на нем внимание. Но вопрос концептуально не риторический, то есть я хочу получить на него ответ. Если мне кто-нибудь ответит на него, то я буду очень счастлив, блядь, пожалуйста, в комментариях. Вопрос, в принципе, в следующем. Почему, блядь, бабы тупые? В принципе, понятно, почему они тупые, у них там, блядь, гормональные сбои и всякая хуйня, у них там, блядь, состав организма постоянным не бывает вообще 15 минут в этой жизни. Ладно, с этим я смирился и соглашаюсь. Но, почему они настолько тупые, блядь, почему они, ну, вот прям вот до такой степени тупые? Вот этот вопрос меня беспокоит, пожалуйста. Кто-нибудь, может быть, поразмышляем об этом в комментариях, спуститесь, напишите свое мнение об этом. Ну, кстати, лайк, распространение, подписка, вся хуйня. Колокольчик. Так вот, объясню ситуацию вообще, о которой, в принципе, идет речь. Я сейчас работаю на одну, можно сказать, муниципальную организацию. Не будем палиться. Скажу только, что она связана с приказом Дмитрия Медведева 2015 года и федеральным казначейством. Ну, не важно. Вроде, блядь, люди с деньгами имеют, как бы, ну, имеют доступ к деньгам, к деньгам, да, правильно говорит. Типа, ну, бюстгалтераты не должны быть прям супер тупые, по-моему, да. Ну, я общался со многим количеством бухгалтерий в свое время по работе, по системным всяким делам и прочему. В принципе, это далеко не тупые люди, блядь, но попадаются ебать колотить. Причем попадаются только бабы, блядь. Вот, ну, настолько тупорылые прям, правда. Значит-то, я принимаю, значит-то, на второй линии поддержки от пользователей всякие, блядь, ошибочки будут. Приходит, значит-то, инцидент. Пишет, значит, баба, блядь, которая пытается войти на сайт федерального казначейства. У нее нихуя не получается, все плохо. Она пишет. Захожу, значит-то, логинюсь, вся хуйня. И тупо белый экран. И, ну, надо же понять, что она делает. Надо, чтобы скриншоты скинула. Она скидывает скриншоты. И там на скриншотах происходит вообще абсолютно не то, о чем написано в письме. Там, то есть, она заходит, логинится, залогинилась. Там вся вот хуйня, она там выбирает личный кабинет, который там нужен, еще всякое вот это вот. И там в конце ее куда-то перебрыкивает, какие-то там, блядь, страницы. И, ну, и все. То есть, ну, никаких ошибок на скриншотах вообще не видно. Ни белых экранов, нихуя. Ей до меня уже писали, короче, пожалуйста, нахуй, объясните это самое, опишите подробную ситуацию, пришлите подробные скриншоты. Проходит какое-то время, она просто возобновляет инцидент по новой и говорит, блядь, у меня ничего не заработало. Я посидел, репу почесал, посмотрел по скриншотам, что она делает примерно, в какую сторону у нее, блядь, могут быть проблемы. Скорее всего, что-то с авторизацией, да. За авторизацию у нас отвечает, там, отдельный модуль, короче. Они сейчас сделали так, что к ним надо напрямую обращаться. Не все пользователи об этом знают, хотя, блядь, уведомления с этими, с инструкциями, как это делать, всем рассылали. Это к вопросу о том, почему люди еще и читать, блядь, не умеют. Но это хуй с ним, у нас на это дело припасена специальная хуевинка, которую мы отсылаем, говорим, ребята, вот инструкция, пожалуйста, сейчас надо вот так делать. Что я, в принципе, ей и отправил. Она возвращает мне инцидент, говорит, блядь, нихуя не работает. Меня в итоге заебала, короче, вот эта перепалка, вообще, двусмысленными фразами, где нихуя не понятно, где она сама не может, блядь, конкретно, вообще, словами описать, что, блядь, ей надо нахуй от меня. Я просто без всяких скриптов, без ничего, просто, блядь, прямым текстом ей написал сообщение. Говорю, пожалуйста, объясните мне, в чем у вас конкретно проблема. Потому что то, что вы присылаете, вот я три письма уже от вас вижу, и все эти три письма никак не взаимосвязаны между собой. Вообще никак. Только тем, что, блядь, вы логинитесь на сайт. Вот это единственное общее у всех вот этих вот, значит, сообращений. Все остальное вообще абсолютно разное. В тексте написано, что белый экран, блядь, у тебя. На скринах, блядь, просто пересылка на другой сайт, где, в принципе, вроде как, все логинится и все норм. Третье, ты мне присылаешь, блядь, что у тебя там проблемы какие-то с тем, что ты не знаешь, как пользоваться, блядь, сайтом казначейства, нахуй. Ну, вторым модулем, в смысле, на котором уже авторизация идет. Пожалуйста, объясни мне, блядь, просто русским языком. Заходила ли ты уже через вот эту новую авторизацию, во-первых? Какая проблема у тебя, блядь, со входом на сайт, во-вторых? Если, блядь, там что-то как-то, пришли скриншоты, пожалуйста, как ты это делаешь. Прям как заходишь, как вводишь, как всю вот эту вот хуйню, чтобы я понимал, в чем, блядь, у тебя, нахуй, где у тебя кривые руки. Потому что по-другому быть не может. Инциденты, которые технические, происходят обычно уже на самом сайте, где-то в глубине, в какой-то жопе происходит какое-нибудь говно, просто там, не знаю, прям дичь. Там цифры левые появляются, еще что-нибудь такое. То, что ты не можешь войти, блядь, с учетом того, что миллионы людей входят спокойно, это проблема твоей криворукости. Без вариантов. Сто процентов. Сто пятьдесят процентов. Но где, блядь, в каком месте у тебя кривые руки, нужно понимать. И для этого, пожалуйста, вот конкретно, прям вот, блядь, досконально распиши, что это вообще. Что, где и как. Приходит четвертое письмо от нее. Она пишет, да, я уже авторизировалась через новую систему, с этим вообще все норм. Проблема в том, что не публикуются данные, которые я вписываю, блядь, в сайт. Как я должен был это понять? Откуда это должно было быть мне известно? Каким образом, блядь, эта информация должна была до меня дойти, с учетом того, что об этом она ни слова ни в одном из этих писем не написала? Абсолютно непонятно. И самое, блядь, обидное из этого всего, что она просто вот это вот написала. А как она что делает? Где она что, блядь? Я еще дописал специально, что если вы что-то делали, какие-то вам инструкции отсылали, то, что вы производили, где вы там что обновляли, что вы там, блядь, какие настройки меняли, пожалуйста, это тоже опишите. Ни этого, ни скриншотов входа, нихуя просто, ничего не публикуется. Я просто скопировал очередной скрипт, нахуй, пожалуйста, детально опишите и приложите скриншоты с каждым действием детально и отправил я, нахуй, обратно. Если ты, сука, русским языком с первого раза нихуя не понимаешь, я буду задрачивать тебя скриптами до посинения, нахуй. Если ты мне сейчас опять пришлешь ту же самую хуйту, блядь, сложно, плохо, ничего не работает, блядь, и просто для того, чтобы мне вообще нихуя непонятно было, я тебе отправлю ту же самую хуйню еще раз, блядь. Будем учить людей читать, нахуй, и выполнять требуемые действия. Вот такая вот, в общем, хуйня, и, блядь, ну, может, я просто долбоеб или что-нибудь такое, напишите, пожалуйста, тоже об этом. Может, я как-то не так разговариваю с людьми, может, я как-то недоходчиво объясняю, блядь. Может, типа, у меня, может, я вообще, типа, блядь, педагогическое образование напрасно, типа, блядь, вообще начал получать или что-то такое, что не надо было вообще, блядь, даже думать о лишней трате пяти лет просто, нахуй, ни за что. В общем, любое мнение я от вас в комментариях ожидаю. Вот. Ну, и также можете истории писать о том, какие взаимодействия с дебильными бабами у вас были в жизни, и писать, насколько вы со мной согласны, какие они, блядь, тупорылые, просто пиздец. Вот. Также баб приглашаю в комментарии написать, какие они не тупые, желательно с грамматическими ошибками, блядь, повторениями слов, блядь, бессмысленно. Тавтологиями и прочим говном. Ради прямой демонстрации вашей просто нескончаемой тупости я, типа, вообще не против. Вообще ни разу. Вот. На этом душа кричать перестает. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова